На данном видео визуализируется колодальная полуэвена и аорта. Клабирование колодальной полуэвены слабое, в просвете кровь повышена эхогенности. Брюшная аорта в области ворот печени расширена. У дальней печени протяженностью около 5 см в просвете визуализируется гиперхогенная пристеночная структура, занимающая весь просвет сосуда. Масклюризация в этой области не наблюдается. Клабирование колодальной структуры аорта спадает до 2 мм. Пульсации аорты отсутствуют. Также у животного было выявлено на образование обеих почек лимфоденопатия, изменение стенки тонкого отдела кишечника, характерных для ВЗК или лимфомы. Здесь вы как раз видите воскулиризацию аорты. Корниальная тромба. Мы видим то, что воскулиризация присутствует. Дальше видим то, что у нас практически нет потока в крови. Двигаемся каудально по аорте. Видим, как аорта спадается. И, соответственно, видим то, что аорта становится анахогенной. И видим потоки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...